МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире Сыны Западной Армении Вартан Атаджанян, Армянин Айтапа, Постапан, Предков, Андраник Зоравар. Богатая история армян в Нидерландах и Бельгии. Мы и наши таги. Скульптур, установленных на улице Андраника в Степанакерте, больше нет. 19-летний Вартан Атаджанян жил в Степанакерте. Тяжело переживал войну и поражение 2020 года. Ждал призыва на службу, чтобы отомстить туркам. До 2023 года во время крупномасштабных атак на границе со служивцами выполнял сложнейшие задачи. Об этом также сообщил командир батальона. 19 сентября началась война. О Вартане не было известий три дня. Вартан и товарищи оказались в блокаде. Ребятам удалось прорваться, выбраться из сложной ситуации и спасти жизни многих солдат. После прекращения огня они переехали в Ванг. Деревня еще не была полностью эвакуирована. Вартан попросил машину воинской части, чтобы эвакуировать ребят, оказавшихся в блокаде. Вартан вернулся 24 сентября. Его беспокоило поражение и тяжелое решение покинуть родину. Мы воевали, у нас есть жертвы раненые. Как после всего этого нам оставить родину? На следующий день, 25 сентября, Вартан и друзья были в очереди на заправке в надежде получить горючее и перевезти семью в Армению. Неожиданный взрыв на заправке унес жизни многих. Вартан Атаджанян также погиб. Вечная слава героям! Овик Кишишан идет по стопам предков, эмигрировавших из Айтапа в 1915 году. Если бы мы уехали 100 лет назад, мы бы не подверглись второму изгнанию из Алеппо. Овик Кишишан родился в 1989 году в сирийском городе Алеппо. Себя считает коренным жителем Айтапа. Я родился в Алеппо, но считаю себя уроженцем Айтапа. Когда нас в Алеппо спрашивали, откуда мы, мы отвечали из Айтапа. У меня были друзья из Айтапа. Они говорили мне, что я 18-кратный Айтапец, а они 24-кратные, так как они были Айтапцами и по материнской, и по отцовской линии. Моя мама Авасци. Дедушка Овика, чье имя он носит, родился в 1913 году в Айтапе. В дневнике, оставшемся от дедушки, написано «Я родился в Еблахане Айтапа, недалеко от мечети Эйю-Богу». Несмотря на предупреждения родных, не езжай в Айтап, с тобой может что-то случиться. Овик каждый год едет на родину предков. Дома Овик и члены семьи все еще говорят по-турецки. Это наше наследие из Айтапа. Мы рассматриваем это как культурное богатство. Впервые я был в Айтапе в 2015 году. Я думаю, что мои корни отсюда. Мой дедушка и папа говорили, что народ Айтапа – это коренной народ с очень богатой историей. Книги и материалы об армянах Айтапа можно найти в Алеппо. Когда в Алеппо человек профессионал и умный, его спрашивают, не из Айтапа ли ты? Это мой шестой визит в Айтап. Я познакомился с историком и писателем Мурадом Учанером и благодаря ему узнал историю города. Когда я впервые посетил мечеть Куртулу, что есть церковь Сулб Аст-Аццин, я почувствовал, что она притягивает меня и я принадлежу ей психологически. Позже я узнал, что мой дедушка в 1914 году был крещен в церкви Сулб Аст-Аццин. Кишишан – единственный из семи, кто посещает Айтап. Каждый раз, когда Овик ездит в Айтап, мама обеспокоенно говорит – не езжай в Айтап. Это может быть опасно. Поезжай в Европу, эта история закончена. Это все равно, что открывать закрытую книгу. Газета Акос пишет – идентичная социальная идентичность, этническая идентичность армян, внутренняя и внешняя идентификация, история возникновения амшенской общности. Проблема идентификации является одним из ключевых вопросов психологического самосознания. Изучение феномена данного явления обусловлено изменениями реальности в первой половине XXI века. В статье анализируются особенности идентификации представителей армянской общины Турции с учетом различий в социальной идентичности, происхождения амшенских армян. Прежде чем перейти к вопросу идентификации амшенских армян в современном мире, желательно изучить генеалогию армянской общности на фоне общности идентификации групп современно-апшенских армян. Историко-культурные территории Амшена, где изначально сформировалась амшенская общность, в настоящее время находится на территории региона Ризе. В древние времена она входила в понтийскую историко-культурную территорию. В определенные исторические периоды понтийская территория приобретает определенную политическую самостоятельность. Царство Полимона, Трапезунскую империю, однако, как правило, она входила в состав и других государств. Персидская империя, империя Александра Македонского, империя Покар-Айк, Римская империя, Византийская империя, Османской империи, вплоть до нынешней Турецкой республики. Приближается 159-й день рождения сына Западной Армении Андроника Озаняна. Телеканал Вестерн Армения ТВ представляет серию событий из жизни легендарного полководца. Андроник давал пощечины генералам Трухину и Абациеву, Рубену Ширванзаде, Баграмяну Микояну. Многие из них вспоминают пощечину Зоравара с благодарностью, как, например, Баграмян. Он получил пощечину в марте 1918 года в селе Хорасан под Саракамышем. Кому и за что дал пощечину Зоравар Андроник. Зоравар Андроник дал пощечину генералу Трухину, командиру 4-го корпуса в июле 1915 года. Получив приказ оставить фан в Аспуракан, якобы из-за нападения превосходящих сил противника, командир 1-го добровольческого отряда Зоравар Андроник немедленно телеграфировал начальнику штаба Кавказского фронта генералу Юденичу, что он сможет оборонять ван с помощью своих добровольцев и местного населения, если их обеспечат боеприпасами и горной артиллерией. Юденич дал свое согласие, но эту телеграмму Трухин спрятал. Капитан Аршах Шакатун, выдающийся армянский актер, впоследствии снявший в Париже в 1928 году фильм о Зораваре, предупредил его. Последовала пощечина Андроника. Начался катастрофический отток населения Васпуракана, около 100 тысяч жителей. 31 июля в горах Васпуракана выпал снег, погибло большое количество детей. Около 500 детей были спасены русскими казаками, вопреки приказу генерал-лейтенанта Абасыева. Возглавлявшего отступление русской армии. Никакой поддержки населению. Армянский генерал тоже получил свое. Более того, Андроник бросил телеграмму Юденича под ноги Абасыеву, проклиная генеральские погоны. Этого было более чем достаточно. Без поддержки русских казаков и казачьего генерала Бичарахова Зоравар наверняка предстал бы перед военным трибуналом. В отряде Бичарахова были армянские добровольцы во главе с Киры Аршах Джавафян. На глазах у всех Зоравар Андроник ударил заместителя начальника разведки 4-го корпуса капитана Девояна, который дал преувеличенную информацию о превосходстве сил противника, как это было в июле 1915 года во время Алашкерской операции 33-го батальона. Войска Абдул-Керин-Паши не были полностью укомплектованы. Ереван, 1968 год. Государственный университет маршала СССР Ованес Баграмям встречается со студентами и преподавателями. На вопрос, встречался ли маршал с генералом Андроником, он ответил следующее. В марте 1918 года наш отряд остановился на короткий отдых у деревни Хорасан в Саракамыше. Генерал Андроник выводил из Резрума более 15 тысяч сырных. Меня вызвали рано утром. Генерал Андроник посмотрел на меня хмуро и отвесил мне пощечину. Корнет Вано, ваши 30 солдат, моя надежда. Но дайте мне знать, если некоторые из них откажутся сражаться. Это наша родина и важно знать, кто здесь главный. Наша страна всегда будет жить жизнью самоотверженных бойцов. Иди и наведи порядок в своей эскадриле. Это было печальное время весны 1918 года, когда повсюду слышалось. Пусть теперь воюют парни из Агаса, хватит нам воевать. Пощечина Зуровара Андроника сделала меня фельдмаршалом. Ни в коем случае нельзя злиться на свою родину. Ведь в 1941 году многие ссыльные советские генералы вернулись к борьбе с фашизмом, как маршал Конев. А почему эта часть была исключена из мемуара маршала? Это уже другой вопрос. Полная статья доступна на нашем сайте Вестерн Армения ТВ. Армянские печатные издания. Там, где есть армяне, обязательно должны быть армянские церкви и книги. В 1656 году патриарх Армении отправил священника Матеоса Царей Ци, Матеос Царя, в Венецию, чтобы выяснить, можно ли почитать Библию на армянском языке. Несмотря на то, что Венеция уже имела столетие хороших отношений с армянами, католическая церковь очень затрудняла печатать армянскую литературу. Таким образом, Цаэтри решил испытать удачу в северных низких странах, которые в то время управлялись протестантами и были известны своей религиозной терпимостью ко всему, кроме католицизма. Примерно в 1660 году Матеос Царей Ци, Матеос Ван Царь, как он был известен на голландском языке, поселился в Амстердаме, а в 1661 году была напечатана первая книга на армянском языке «Иисус сын». В 1666 году на армянском языке появилась первая печатная Библия. Армянским печатникам помогал в риске и лите армянского алфавита мэр Амстердама Николас Витцен. Он лично собирал мастеров печати, таких как венгерский резет, типограф и печатник Миклош Тотфалуси Кис и знаменитый Даниэль Элсевье, который в то время работал в Амстердаме. За короткое время в Амстердаме были разосланы формы армянских писем, которые были отправлены в типографию по всей Европе. Десятки тысяч армянских книг из Амстердама нашли свой путь по Европе и Азии. Библиотеки Голландского университета по-прежнему владеют большим количеством армянских печатных книг и карт того периода. Таги – это древнее стихотворение. Стихи под названием «Таг» также пели после церковных служб, по этой причине они также были названы песнями. Григор Нарекаци написал один из древнейших примеров тагов. Они также являются первыми армянскими образцами. Примерами армянских тагов являются «Таг Вартавар Тирамайр», автором которых является Григор Нарекаци. Таги и Шаракам представляют собой синтез музыкального и поэтического искусства. Таг – уникальный жанр профессиональной музыки. Это относительно объемные монодии, которые по своему содержанию и мелодичности напоминают вокальные и инструментальные арии последующей эпохи. Религиозные и светские таги отличаются. В X веке искусство создания и исполнения тагов переживало бурный рассвет. Благодаря самому яркому представителю этого искусства Григор Нарекаци. В отличие от Шараканов, духовные таги исполнялись во время различных празднований и церемоний для придания определенному событию торжественности большей значимости. Следовательно, они не были каноническими песнями. Омбудсмен культуры Айка Овик Аванесов сообщает. Мы ежедневно фиксируем многочисленные факты, связанные с культурным геноцидом, совершенным Азербайджаном на государственном уровне в оккупированном Арцахе. Коллега омбудсмена по культуре Айка Махитар Карапетян в очередной раз сообщил, что в видеоролике, опубликованном азербайджанскими захватчиками столицы Арцаха Степана Керти, видны новые следы вандализма. Речь, опубликованной Эльмином Байрамлой 13 февраля 2024 года в видеозаписи. В изучении записи подтвердило, что на этот раз очередной жертвой культурного геноцида Азербайджана стали скульптуры, установленные на улице Андроника в Степана Керти. Все это еще раз свидетельствует о том, что Азербайджан на государственном уровне уничтожает культурное наследие Арцаха. Из завершения новостей послушаем музыкальное произведение в исполнении Аво Гевуркиана Хавун Хавун. Азербайджан Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Азербайджан 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 Азербайджан